Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим невероятно вкусный шоколадный торт с бананом. Первым делом приготовим бисквит. Для этого в чашу для взбивания смешаем 300 грамм сахара, 55 грамм какао, туда же просеем 250 грамм муки, 1 чайную ложку соли, 1,5 чайных ложки соды, 2 яйца, 60 миллилитров растительного масла, далее 60 грамм сливочного масла комнатной температуры, 280 миллилитров молока также комнатной температуры и 1 столовую ложку винного или яблочного уксуса. Я использую яблочный уксус. Имейте ввиду, что обычный уксус для этого бисквита не подходит. Далее тесто нужно хорошо перемешать. Я это делаю на средней скорости миксера. В итоге оно должно быть вот такой вот густой консистенции. Готовое тесто мы отправим в кольцо. У меня кольцо диаметром 18 сантиметров. Кольцо я хорошенько запечатываю в фольге и далее отправляю туда тесто. Бисквит нужно выпекать в духовке разогретой до 180 градусов. У меня он выпекается в течение часа. Но у меня духовка не очень мощная. Возможно, в вашей духовке данный бисквит запечется быстрее. Готовность бисквита проверяем шпажкой. Вставленная внутрь, она должна выходить полностью сухой. Бисквит должен остыть в кольце при комнатной температуре. Далее убираем фольгу. Достаем бисквит из кольца. Я это делаю с помощью кондитерской палетки. Вот так вот тихонечко прохожусь по стенкам кольца и убираю его. Вот такой вот хорошенький бисквит у нас получился в итоге. Далее его нужно убрать в пищевую пленку и оставить в холодильнике минимум на 6 часов. Если данный бисквит не отлежится положенное время в холодильнике, то его будет очень сложно нарезать. Он будет постоянно крошиться. В общем, как вы уже поняли, данный бисквит нужно выпекать заранее. Далее приготовим очень вкусный шоколадно-заварной крем. Для этого нам понадобится 4 желтка, 200 грамм сахара. Их мы хорошенько перетираем с помощью венчика. Туда же добавляем 40 грамм какао и 90 грамм муки. Затем добавляем туда 500 миллилитров молока. Все это хорошо перемешиваем. И затем нам все это дело нужно будет поставить на водяную баню. А водяная баня делается следующим образом. Берем кастрюлю, наливаем туда небольшое количество воды и ставим на огонь. Вода должна закипеть. Далее на кастрюлю с водой ставим кастрюлю с заготовкой. Главное, чтобы между тарами не было крупных щелей. Таким образом у нас и создастся баня. И еще один очень важный момент. Кипящая вода не должна касаться дна кастрюли заварной основой. Постоянно помешивая венчиком, доводим массу до вот такого вот загустения. У меня на это ушло 17 минут. Сняв заварную основу с бани, убираем ее до полного остывания. Тем временем нужно взбить 200 грамм сливочного масла комнатной температуры. Взбитое масло должно увеличиться в объеме и посветлеть. Далее в один этап добавляем масло в заварную основу. Напоминаю, что заварная основа должна быть полностью остывшей. А лучше даже ниже комнатной температуры. Масло заварной основой хорошенько перемешиваем. И таким образом у нас получается очень вкусный шоколадный крем. Далее достаем бисквит из холодильника. Его нам нужно нарезать. Кстати говоря, нарезать бисквит можно в то время, пока остывает заварная основа. Возьмите самый длинный нож, который есть у вас дома. Им удобнее всего будет нарезать бисквит. Сначала у бисквита срежем шапочку. В торте ей делать нечего. Далее бисквит разрежем пополам. Резать удобнее всего следующим образом. Во-первых, возьмите поворотный столик. Поставьте на него бисквит. Ножиком сначала сделайте надрезы по краям бисквита. Дальше по этим надрезам углубляйтесь все дальше и дальше к центру бисквита. И таким образом у вас получится порезать бисквит на ровные куски. В общем, данный бисквит я сначала разрезала на половинки. Затем эти половинки еще на две части. И таким образом у нас с вами получилось 4 коржа. Один корж у меня получился толстоватым, поэтому я его еще немножко подрезала. Далее нам нужно порезать банан. На данный торт у меня ушло 2,5 банана среднего размера. И поскольку все полуфабрикаты у нас готовы, можно приступать к сборке торта. Первым делом на подложку отсадим небольшое количество крема. На крем положим бисквит. Это мы делаем для того, чтобы тортик у нас по подложке не катался. Данный бисквит получается довольно влажным. Но, как я уже говорила в одном из своих видео, я пропитываю все бисквиты. В данном случае я взяла 150 миллилитров молока, немного его подогрела и добавила 2 чайные ложки сахарной пудры. Все хорошо перемешала и вуаля пропитка готова. На корж мы начинаем отсаживать крем. В принципе, крем можно размазать с помощью ложки, если у вас нет кондитерского мешка. Но я уже очень сильно привыкла к кондитерским мешкам, поэтому всегда ими пользуюсь. Как вы заметили, слой крема я делаю довольно толстым. Далее на крем выкладываем банан. Сверху выкладываем снова бисквит. Хорошенько его пропитываем. Отсаживаем крем. Хорошенько крем разглаживаем. И далее снова выкладываем банан. Кладем бисквит и все то же самое повторяем еще раз. Пропитка, крем, банан и бисквит. Самый верхний бисквит хорошенько смазываем кремом и убираем торт на стабилизацию в холодильник минимум на 6 часов. Поверьте моему опыту, данный тортик должен постоять в холодильнике именно столько времени, потому что иначе он может поплыть. Но, постояв нужное количество времени в холодильнике, с ним вообще ничего не произойдет. Начинка станет стабильной и надежной. Пройдясь по краям формы кондитерской палеткой, я достала торт из кольца. Сегодня тортик я буду украшать очень просто, так как он идет на домашнее чаепитие. Для этого я остатки бисквита перемолола в крошку и просто обсыплю этой крошкой торт. Кстати, друзья, забыла сказать, что данный тортик я готовила еще и с грецким орехом. Получилось тоже очень вкусно. Но однажды я решила приготовить его с клубникой. Вот с клубникой, как ни странно, он не очень хорошо сочетается. Но, во всяком случае, мне не очень понравилось. Остатками заварного крема я решила сделать на тортике вот такие вот прикольные узорчики крема. Ну вот, собственно, и все. Тортик готов. И уж поверьте мне, он очень вкусный. Особенно если вы ценитель шоколада, то бегом на кухню его готовить. У торта очень насыщенный шоколадный вкус. Ну что ж, всем приятного аппетита!